Итак, предлагаю вкратце пробежаться по предыдущей серии и освежить память. Как вы помните, мы твердо решили, что буханка из будущего должна быть электрокаром. Собственно, для этого Коля и сварил такой подрамник. На нем будет располагаться электромотор, который мы поженили с автоматической коробкой передач и установили следующим образом. Затем соединили все это дело с мостом при помощи кастомного карданного вала, как-то так. Ну а миссия на эту серию запустить всю схему и заставить колеса крутиться. Забегая вперед, скажу, что миссия была выполнена. Тут недавно появился канал на ютубе, ДПЛАПС. Как раз таки делают то, что нам надо. Надо им набрать. Д-П-ЛАП-С-О. Алло, Дим, привет. Алло. Привет. Здорово. Слушай, нам тут помощь нужна по электричке для буханки. Че говоришь? По буханке-то? Да можем помочь, что-нибудь придумано. А, когда? Ну, надо желательно вчера. Хорошо, все, давай, договорились, сделаем. Пока. А, круто, спасибо, все, на связи тогда, да, давай. Как вы поняли, по всем компонентам электрокара нам помогают ребята из ДПЛАПС. Это можно смело назвать коллаборацией. Без них мы бы даже не брались за это дело, поскольку для нас это темный лес. Вот то, что нам приехало. Батарея и инвертор, наверное. Надо все это примерять сейчас в машину для этого. Будем распаковывать нашего нового помощника до двух тонн. Да, понятное дело, что заводская компоновка от Nissan Leaf никак не вписывается в кузов буханки из будущего. Забегая вперед, скажу, что компоновку пришлось концептуально переделать. Но Коля пока не догадывается об этом и играет в свой Тетрис. Таким целым блоком батарея у нас никуда не особо не залазит. Ну так, чтобы это все красиво было по разрезавке. Поэтому сейчас я ее попробую разобрать. В общем, практически целый день мы придумывали и искали грамотное расположение всех элементов. Сперва решили попробовать разбить блоки на более мелкие. И равномерно расположить их по всему периметру. Разобрали, разделили и примерили. Пока на стойках здесь стоят. Сейчас еще, наверное, добавлю сюда 3 и сюда 3. И потом снизу будем делать под них какое-то крепление, обходящее кардан. У кардана хода небольшие вверх. Поэтому я не думаю, что оно будет мешать. Мы оставим там запас. Какая-то часть батареи сюда влезет. Так, от ребят аккумуляторы приехали к нам в около заводской компоновке. Но чтобы внедрить их в нашу буханку, мы их перекомпонуем. Сварим для них отдельные силовые корпуса, которые в будущем загерметизируются. После небольшого мозгового штурма мы все же решили отказаться от затеи равномерно размещать батареи по всей раме. Поскольку такая компоновка заставила бы нас делать очень много соединений, что долго, дорого и не очень просто. В итоге стало понятно, что нам надо делать 2 больших отдельно стоящих блока. Собственно, этим Коля и занят. Решили разместить все батареи в 2 блока. Один слева будет стоять, второй справа будет стоять. Отказались от компоновки, при которой мы размазываем все батареи по всему днищу, располагаем. Остановились на такое, так как проще коммутировать, меньше проводов. Ну, в теории нам это в будущем поможет. Сами ящики сделаны таким образом, чтобы было удобно снимать как и весь ящик батареи с машины вниз опускать, так и просто отсоединять, допустим, нижнюю рамку и просто с аккумуляторами ее доставать из-под машины. Это все вкатывается, достаточно все удобно и неплохо получилось. Чтобы избежать здесь перемычек, потому что здесь будет идти родной жгут коммутации, я использовал родные перемычки, которые идут внутри батареи и соединяются внутри шпильками сквозными, а с двумя рамками соединяются вот этими болтами. Все получилось компактно, ну, достаточно просто. Соединяются все, все рамки, болтики, все. Такой итоговый вид она имеет. В любом случае, я должен заметить, что успех проекта зависит от творческого подхода и доли предпринимательской жилки. Без этого никуда. А что делать, если у вас есть эта жилка и даже свой бизнес, и хочется запустить свой проект? Правильно, не упустить возможность получить бесплатное обслуживание от банка для предпринимателей и предприятий «Точка», с которым мы работаем уже давно. Ведь этот банк отвечает всем современным требованиям, постоянно развивается и предлагает новые услуги. Они в курсе всех ошибок, которые возможны в предпринимательской деятельности, и помогают успешно их избегать. У вас будет индивидуальный специалист, который работает только с вами. Он всегда поможет и убедится, что вы решили проблему. А еще банк запустил выгодную акцию. Если вы новый клиент и открыли счет в «Точке», то получите целый год бесплатного обслуживания. Кэшбэк с налогов 5% плюс 100% кэшбэк с покупки онлайн-бухгалтерии. Что еще круче? А если вы уже клиент «Точки», то вы можете получить вечное бесплатное обслуживание. Для этого приглашайте в «Точку» трех друзей, которые тоже получат год бесплатного обслуживания. Главное не упускай. Ссылка со всеми подробностями в описании. Сейчас позиционируем блок в кузове, чтобы ничего нигде ничему не мешало. Был зазор для коммутации, для проводов, для всего. Я подготовил такие комплекты пластин с закладными гайками. Они будут располагаться здесь. Будут косынки усиления. Связь внутри лонжерона, чтобы нагрузка равномерно распределялась. Ну и спереди будут. Здесь будут крепления, тут будут крепления, здесь будет раскос. Все, сейчас будем варить. Ну и наконец, первая примерка. Пока Коля занимается установкой батарей, расскажу немного о проекте. В основе у нас лежат все компоненты от Nissan Leaf. Откровенно говоря, мы слабо разбираемся в электрокарах. А вот команда DP Labs напротив. И этот проект можно смело назвать коллаборацией. Поскольку все запчасти и техническое сопровождение легло на их плечи. За что огромное им спасибо. Вот такая конструкция у нас получилась. Подвесил короб. Наверх версит. За счет таких пластин. Там снизу ответные пластины. Здесь заварены закладные гайки. Все, чтобы закручивать все и собирать все снизу. Перемычка в лонжероне. В раме, чтобы нагрузка распределялась ровно. Все пока не сильно красиво, все облагородится еще. После долгого перерыва опять возвращаемся к работе по буханке. Разложили все компоненты, что нам ребята прислали. Разбираемся в компоновке. Куда, что, как. Сейчас буду снимать все лишнее с инвертора. Потому что у нас место сильно ограничено. И буду как-то примерять его, ставить. Пытаться ставить его на место. Искать ему место поближе к мотору. Вырисовывается вот такая картина. Пытался подобрать положение, чтобы не переделывать вот этот вот огромный разъем, который должен приходить вот сюда. Но такого положения в нашей компоновке никак прям не нашлось. Либо мешают аккумуляторы, либо мешают лапы, трубы. Ну, оно прям совсем плохо все влазит за счет того, что разъем прям такой, ну, громадный, силовой. И по факту нам все равно придется его переделывать. Мы, скорее всего, его разберем. Он разборный. Удлиним провода и соберем все на таком же разъеме, только уже с нужной нам длиной проводов. Ну и по факту стоит это все вот так. Ну, это примерно пока на стойках. На домкратах подвешено временно. Здесь зазорчики все есть, все разъемы под провода свободны. Все будет подключаться снизу. Так у нас все подключается водянка. Ну, то есть вода выводится. Проблема в том, что везде все торчит в разные стороны. Если какое-то положение нам выбираешь одно, мешает что-то другое. И вот целый день я потратил на то, чтобы выбрать какой-то меньший из зол. Вот, придется, по всей видимости, все же переделать вот этот вот один штуцер. Потому что он смотрит прям, ну, вниз. Здесь мы его выведем, скорее всего, либо сюда, либо туда. Потом по схеме посмотрим, что он и откуда он питается, и что он питает. Сейчас надо будет придумывать крепление для этого всего. Но это уже дело как будто бы техники. Везде зазоры, все как бы есть. Все стоит, все в уровне пола. Была мысль поставить это все сзади, но тут тоже как бы мешает. Где-то кардан мешает, где-то укос мешает. Поэтому, скорее всего, все это будет стоять примерно вот так. Будет подключаться, разводится система охлаждения. Ну и все будет подключаться. Ну а дальше, собственно, дело техники. На изобретение, изготовление и установку всех креплений ушло всего два калядня. Конечно, без качественного инструмента и оснастки это затянулось бы на неделю. Многие интересовались нашим сварочным столом и просили сделать обзор на него. Так вот, обзоры как формат никогда не выходили у нас на канале. И тут вопрос к вам. Стоит ли делать такую рубрику или все же обойтись небольшими вставками в основных роликах? Это действительно важно. Ждем ваше мнение в комментах. Ну а небольшой обзор этого стола уже снят. Посмотреть его можно по ссылке в описании. Повесил я уже коробки эти все. Красиво там нам не получается подснять. Очень мало места. Сейчас я вам покажу. Вот здесь сверху крепится. Здесь снизу такое крепление. Все, тут все на точках собрано. И здесь вот такое крепление. Здесь закладные резьбовые втулки. Само крепление здесь, две точки. И получается вот здесь одна точка. Сложность была в том, чтобы сохранить доступ вот к этим разъемам. Чтобы по компоновке все вот здесь, все разъемы вставали. Здесь еще разъем. Здесь разъемы и водянка. Поэтому все тесненько, плотненько. Но везде с зазорами. Тут тоже заклепочка резьбовая. Так, раскинули тут минимально провода, которые нам приехали. Поняли, что нам надо дорастить, что докупить. И пока есть время, надо снять этот блок батарей. И поменять батарейки местами. Потому что я их собирал под родную кассету подключения. Где они подключаются шахматным таким порядком. А нам собрать надо так, чтобы мы просто одной шиной смогли это все выровнять. Да, к этому моменту мы решили использовать другой способ коммутации. На наш взгляд он намного проще и надежнее. Конечно же, отталкиваясь уже от нашей компоновки. Так они были собраны у нас раньше. Красная, красная, красная. Треугольником. Красная, красная, красная. А теперь они должны быть собраны вот так. Ровно по полоскам. Чтобы мы просто сделали шину. Медно, не медно. С отверстиями. И все это соединили. Это как будто бы будет даже чуть-чуть проще. То есть у нас из этого блока и того блока у нас получится скомпоновать две вот такие пачки. Приехали недостающие аккумуляторы, которые заказывали. Сейчас задача достать вот из этих наших пачек те, которые Алексей пометил крестиком. Их тут достаточно много. Очередной раз распаковать. Достать помеченные. Вместо помеченных поставить те, что к нам приехали. Опять это все собрать в такую. Отбалансировать. И потом опять пересобрать те батареи. Так как у нас было собрано в шахматном порядке, чтобы уже их подключить и поставить на машину. Какие-то шахматы пятнашки у нас происходят. Но вот так приходится делать. Немного поясню. Изначально было известно, что некоторые ячейки мертвые. И их придется заменить. Мы прозвонили все батареи. Вычислили предателей. И заказали аналогичные ячейки на замену. Собственно, с заменой и повторной сборкой сейчас занимаемся. Я очередной раз их пересобрал. Все, их выбросил все, которые бракованные. Ну, которые уже уставшие. Получилась целая коробка. Что-то с ними дальше произойдет. Не знаю, куда мы их пателизируем пока. И вот собрал эту. Пришлось одну перевернуть. Потому что, оказывается, аккумулятор есть левая и есть правая. Пока временно, чтобы сбалансировать, я его поставил первым. Потом будем решать, куда его деть. Как с ним правильно поступить. Две такие башни весят, конечно, просто мое почтение. Следующим этапом необходимо все это соединить. Для этого и разбираем заводскую проводку и приступаем к кастомной переделке. Приехали провода, клеммы. И вот такая вот штука обжимать клеммы. Специально, чтобы все было аккуратно, четко. Гофра специально металлизированная, металл в ней мы будем использовать как экран. Потолще гофра. Провод толстенный, это КГ-25. Это КГ-50, а это КГ-25. Все, сейчас это все будем нарезать, мерить, смотреть, обжимать, нарезать и в машину вкидывать. Ну а дальше долгие-долгие часы, нарезки, коммутации, обжима и другие работы с проводкой. Лишний раз все проверяем и тестим. Поскольку напряжение тут не детское. И достигает до 400 вольт. Подключили с Алексеем провода, смотали. Здесь, здесь. Все провода. Тут уже тоже почти готовый разъем. Там еще осталось только дофиналис в конце. Сейчас все ставим на место. Да, в кадре все выглядит просто и быстро. Но на самом деле это не так. Поскольку для нас это первый опыт. Мы частенько упирались в нюансы, вопросы и так далее. Останавливая работу для обсуждений. После чего вызывали техподдержку от DP Labs. Решали задачу и двигались дальше. Это наше прошлое рулевое управление. Так как все-таки было решено от него отказаться. Ввиду его сложности организации с шаговым мотором от ЧПУ. Отдельными для него управлениями. Всякими штуками, переходниками. Ну и сначала понятно, что система сложновата. Но мы сами победить не смогли. Систему попроще. Придумали только так. С помощью ребят у нас появится теперь вот такое рулевое управление. Это EUR от Nissan Leaf. Оттуда же, откуда у нас мотор. И им теперь будет крутиться сам EUR. Не мотор ЧПУ, как у нас было раньше. А именно уже сам EUR. То есть у нас для рулевого потребуется только вот эта штука и джойстик. Моя задача сейчас подключить техничку. Скорее всего придется убрать вот это все лишнее. И заменить крепление для того EUR для крепления этого EUR. Работает он сильно лучше, чем наш прошлый вариант. Поэтому принято решение это все опять то выкинуть, поставить вот это. Внесу немного ясности. В одной из прошлых серий мы самостоятельно уже реализовали управление джойстиком. Схема оказалась немного мудреной. После чего Петр из команды Depo Labs сказал, что у него есть готовая реализация из компонентов Nissan Leaf. Которая в разы проще и надежнее. Конечно же мы не стали отказываться от такого подарка судьбы. Пятин ролик с подробным разбором такой реализации оставлю в описании. Как мы меняем EUR, эту площадку под шаговый мотор, площадку под EUR, которая идет сзади, вот это крепление. Придется все срезать, отрезать его здесь. Короче это полностью убираем и варим все под новый EUR от Lefa. Карданчик у нас есть, кусок от Lefa. Ну вернее целый есть, мы используем от него кусок на этот. Вот и ответная часть этого у нас есть. Сейчас буду смотреть как это все оптимально соединить, чтобы это все выглядело приемлемо и работало отлично. Но то что придется это все срезать, это конечно жалко, я тут что-то старался, даже варил. Как вы поняли, крепление которое делалось в половину прошлой серии, в этой серии мы удаляем и выкидываем. Что поделать, такая работа. Как я и говорил, мы не снимаем мастер-класс. Мы снимаем свою историю. Ошибаемся, переделываем и честно рассказываем вам об этом. Как вы видите, в ходе работы нам постоянно приходится что-то придумывать и изобретать. Нам конечно еще далеко до тюменского Илона Маска. И за ним скажу я вам не угнаться. Молодой предприниматель из Тюмени буквально перевернул представление о беспроводных наушниках. CGPods не уступает по качеству именитым фруктовым аналогам, а по функциям даже превосходит. При этом стоит в 4 раза дешевле. А вот теперь тюменский Илон Маск переворачивает представление об уборке дома. Тюменцы представили целую линейку топовых пылесосов. Тюменские роботы-пылесосы не буксуют на порогах и преодолевают препятствия до 2 сантиметров. Расход зарядки у тюменцев более низкий, а контейнер для пыли более объемный. У роботов-пылесосов умная лазерная навигация. Они в считанные секунды создают виртуальную карту помещения и тщательно убирают каждый участок. Тюменские пылесосы не размазывают грязь по полу, а реально его моют, проходя участок трижды в разных направлениях. А еще появился уникальный пылесос-батон для очистки авто. Пылесос помещается в карман на двери или даже в бардачок автомобиля. Пылесос-батон поможет с уборкой в самых труднодоступных местах. Его диаметр всего 5,5 сантиметров. Но главное – сила всасывания, как у топовых полноразмерных домашних пылесосов. А вот мойщик от тюменского Илона Маска чистит реально сам. Робот сам подает себе воду из бачка распылителя. Полирует насухо. Сам отключается, если закончил. Мойщик подходит для окон, зеркал, дверей, плитки. Словом, для всего того, что вы раньше мыли вручную. Гарантия на все пылесосы в тюменском стиле. Если вдруг что-то случится, заменят на новый, а не ремонт. Рекомендую обратить внимание на новейшие тюменские беспроводные пылесосы. Сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании. Там же код на скидку. На этот раз 500 рублей. Разобрал ЭУР. Снял вот эту вот штуку с него, кожух, который на рулевую колонку шел на руль. Имеем вал. Здесь безопасность. Ну, шлицы, по которым при аварии сдвигается руль. И я думаю, что нам это ничего не пригодится. Мы отрежем ровно вот здесь. Отрежу вот здесь. Здесь отверстие заглушу. И получится просто пыльничек, условно, чтобы грязь не летела. И у нас будет вращающаяся деталь только с одной стороны. И уже отсюда выходить на рейку. Нам эта часть абсолютно не нужна. У нас физического руля не будет в машине. Поэтому сейчас буду вот здесь вот аккуратно пилить. Медленно, по чуть-чуть, чтобы ничего не нагреть. Заклею сейчас все, что там. Там как бы сальник, но на всякий случай, наверное, все все-таки заклею. Как вы поняли, мы окончательно отказались от физического руля. В итоге в салоне будет стоять какой-то джойстик. Также будет возможность управлять машиной дистанционно через Bluetooth при помощи джойстика от PlayStation. Предварительно поставил EUR. Ждем сразу. Сразу токарь написал, чтобы нам сделали сюда вставку. Здесь будут родные шлицы останутся, которые были. А здесь мы уменьшим диаметр. Тоже будут соединения. Стоит примерно вот так. Карданчики без излома. Углы не криминальные абсолютно. Осталось придумать, как это здесь закрепить. А, вот крышку доделал. Как вы поняли, старое крепление шагового мотора мы удалили, как и сам шаговый мотор. Теперь надо придумать надежное крепление для EUR от Nissan Leaf. Буквально полтора часа работы, и мы имеем вот такой результат. Такого плана крепления получилось. Здесь использовала куски родного крепежа. Оно отлично сюда все подошло и вписалось. Здесь усиление. Здесь основной крепеж. Здесь задний поддерживающий болт. Это основная ось. Все. Вот так оно все стоит. Токаря сейчас вернут нам кардан. И будем соединять здесь. Все, подключаем и рулим. Сейчас расскажу, как у нас получается управление буханкой. Есть у нас джойстик от PlayStation 4. По блютузу подключается к плате ESP32. Получает она аналоговые значения от джойстика. И передает на электроусилитель руля. И колеса у нас, соответственно, поворачиваются. Но для того, чтобы они поворачивались с определенным усилием, это зависит от скорости. Так как у нас пока датчика скорости нету, отдельно с Arduino через модуль MCP2515 по линии CAN подаем туда пачку, что у нас нулевая скорость. И у нас колеса очень быстро, легко вращаются. У нас сейчас будет происходить первый самый вообще черновой пуск. Леха даже ничего не разматывал. Кардан изготовили, удлинили, все. Просто первый пуск вообще даже не убирались. Любопытство преобладает. Что, гол? Давай. Удаем разрешение на EUR. Что-то щелкает. Оба-на. Что-то тут мешает, не мешает. Ну что, есть движение? Давай. Так, инвертированно сейчас. Очень быстро. Ну это же можно делать, типа, медленнее. Ну прикольно. Ну вот оно. Ну это же регулируется, насколько я понимаю. Ну то есть вот, система доказала, что она максимально рабочая. Четко, с пульта, вот, типа, джойстик. Вот, типа, видно и джойстик, и колесо. А, у тебя пока инверция, да? Ну да, да. Вот так это все выглядит в готовом варианте. Здесь я оставил заводские шлицы. Здесь проточили. Фиксируется. Здесь, возможно, потом просто будет шплинт. Здесь родной кардан. Сам мотор. Крепление мотора. Все достаточно неплохо. Пока есть время, буду заниматься изучением, что это вообще, как это вообще будет работать. Главное, тормозной цилиндр от Лифа, который тоже у нас должен работать от джойстика. Тормозить. Разбираться с разводкой, разбираться с подключением этого всего. Сейчас, наверное, вот эту штуку я бы снял, чтобы это было покомпактнее. Сейчас посмотрю, возможно ли это вообще сделать. Разобраться, где передняя линия, где задняя. Мы заднюю пока заглушим, у нас останется одна. Так как у нас сзади пока даже барабанов нет. А спереди суппорта будут. Тут мы решили идти по пути наименьшего сопротивления и использовать тормоза от того же Nissan Leaf. Поскольку все эти агрегаты изначально стояли в одной цепи. И поженить их между собой значительно проще. К тому же, это компонент от электрокара. И принцип работы тут иной, нежели у машины с двигателем внутреннего сгорания. И как следствие, реализовать тормоз и газ посредством джойстика будет значительно проще. Но об этом немного позже. Предварительно вот так будет стоять главный тормозной. Здесь место для выхода фишки. Здесь будет, скорее всего, место для выносного бачка. Это, скорее всего, в будущем все отрежется лишнее. Вот отсюда будет крепеж наверх. Ну а теперь осталось дело за малым. Необходимо придумать еще одно крепление. Благо, к этому моменту Коля здорово набил руку. И это заняло меньше половины колядня. И уже к вечеру имеем вот такую штуку. Вот такой готовый вид имеет крепление. Все закручивается, все становится. Тут у нас выйдут шлейф проводов. Тут у нас пойдут трубки наперед, назад. Это в будущем, скорее всего, уберется. Все дело за трубками, шлангами. Заказали шланги, заказали ремкомплекты суппортов. Наличие у нас такие вот суппорта. От Миди. Состояние, конечно, у них максимально плачевное. Все закорело. Все прям очень плохо. Направляющим плохо. Колодок нет. Цилиндр, все видимости, вклинивший. Шланги мертвы. Полная реставрация. Полное восстановление. Потому что это прям очень-очень-очень все плохо. Тут, наверное, у многих возникнет вопрос. Почему мы используем суппорта от Сузуки Миди, а не от Лифа? Дело в том, что изначально в качестве донора был куплен Миди. От нее, конечно, мало что осталось. Но вот передняя балка как раз стоит от нее. А это значит, что суппорта станут болт-он. Теперь осталось лишь из этого старого хлама сделать новые красивые суппорта. Сегодня работаю у себя в гараже. Есть такая камерка. У меня маленькая любительская для пескостроя. И готовим суппорта. Первым делом нам стоит все замаскировать. Замаскировать все отверстия, где резьбы. Сейчас у него в таком состоянии прям ржавчина максимально рыгглая. Поэтому решили их не чистить. Ничего, просто отвезти в гараж и песочек покрасить. Вот так выглядит замаскированный деталь. Ну, так, чтобы песком не побило резьбу внутри. Сами цилиндры с старыми цилиндрами закрыты. У нас в ремкомплекте есть новый комплект. Это обрезки шланга, ну и прокачка. Вот такой вот вид имеют после песка. Все чистенькие. Раковины, конечно, глубокие на них, но это прям ни на что не повлияет, я думаю. Все, и сейчас их надо сразу обдуть, обезжирить еще раз и красить. Так, наш покрашенный суппорт, ремкомплект резинки, ремкомплект новый поршень. И собирать все будем на специальную смазку, именно для сборки тормозных систем. Все, ставим резинка, пыльник, цилиндр. Собираем, прогоняем резьбы, если где-то что-то, которые под резинками грязные могут быть, остались. Все. Такой готовый вид имеют суппорта после перебора. Покрашенные резьбы я все прогнал. Здесь смазка для направляющих, там смазка для сборки суппортов. Осталось только прокачки новую купить, потому что в ремкомплекте не было прокачек. А так все, все покрашено, все двигается, все ходит, все работает, все красиво, плавно. Пока Леша занимается запуском мотора, я занимаюсь тормозной системой. Установил главный тормозной, повесил бачок отдельный для тормозной жидкости. Сейчас занимаюсь прокладкой шлангов, чтобы уже от шлангов ввести трубки, тройники, все разводить. Пришлось вырезать такие держатели для шлангов и прям по месту их приваривать, смотреть, чтобы ничего нигде не задевало при ходе рулевого, так как выворот у нас увеличенный. И ну вот так выглядит готовая система. Вот суппорт, шланг крепится здесь и крепится здесь. Дальше пойдет медная трубка. При работе рулевого ничего не задевает, не заламывает, все безопасно, ничего не трет, не жмет, все здорово. Сейчас буду повторять все то же самое на той стороне и прокладывать уже все основные трубки. По тормозам. Тормозной цилиндр Nissan Leaf, опять же. Работает по принципу, как будто бы это вакуумный усилитель, но не совсем. У него вместо вакуума внутри моторы и он будет помогать нам тормозить нашу буханку. В принципе его работы, как его мы подключим на геймпад, тоже объяснит Алексей. Я его установил, установил для него бачок, соединил их, развел трубки тормозные, шланги тормозные, все крепежки приварил. Пока не заливали, не заправляли, потому что Алексей будет снимать это, чтобы подключить. Также хочу напомнить, что иногда мы пригоняем интересные машины из штатов, восстанавливаем и продаем. Так вот, сегодня вышла очередная серия про восстановление этого Chevrolet Camaro, с которым мы хорошенько так попали на деньги. Да, бывает и такое. Поясню, это не реклама, это действительно наш проект и канал, который мы создаем вместе с Денисом. Я буквально заставляю его снимать восстановление интересных проектов. На данный момент мы придумали новый формат и уже начали съемки. Так что переходите, подписывайтесь и не пропускайте. У нас сегодня ситуация отсутствия света, была какая-то авария на подстанции, поэтому работаем при дневном свете. Буду, наверное, дальше собирать аккумуляторы. К этому моменту мы окончательно определились со способом коммутации батарей. Какой же она имеет вид? Такой вид имеют собранные в очередной раз наши аккумуляторы. Я сейчас в очередной раз цепляю на гуся и вкатываю в машину. Батарея висит, батарея висит, все соединено, мотор подключен к инвертору, инвертор подключен к PDM. Осталось подключить силовые один сюда, один на ту сторону и разобраться с этими макаронами. И, возможно, попробовать прокрутить чуть-чуть мотор. Надеюсь, чуть-чуть. Надеюсь, не сгорим. Поднимем задний мост на всякий случай, если вдруг она запланирует куда-то поехать. Потому что до сих пор никто не понимает, как будет себя вести здесь автомат. Сейчас будем что-то пробовать предпринимать. Да, в комментах под предыдущей серией у многих был вопрос, почему мы используем коробку автомат и вообще зачем нам коробка в этой цепи. Об этом мы подробно расскажем в следующей серии. Когда, собственно, полноценно и будем тестировать машину на ходу. А сейчас перед нами стоит задача условно прокрутить колеса, тем самым проверить все соединения. Подвесили задний мост в воздухе, еще раз проверили все, что можно было проверить и готовимся к первому пуску. Также у нас будет реализован и газ тормоз. Но уже этой платки немножко не хватает. Дополнительно установлены будут модули ЦАП, цифроаналоговые преобразователи. И система будет такая же. Аналоговые курки передают сигнал на ESP32. Они передают на ЦАП, ЦАП на PDM, допустим, газ. И будет так у нас реализован газ тормоз. Подключили мы все электронные блоки. Они подключаются к блоку PDM через контакторы. Плюсовой шунтирован резистором, минусовой напрямую. Получается, при включении минусовой контактор сразу замыкается. Плюсовой не сразу. Через резистор плавно заряжаются конденсаторы в PDM. И после достижения номинального напряжения PDM это отслеживает и запускает второй контактор. Получается, сейчас у нас все управление выведено на простые переключатели. Это просто для тестов. Далее, как мы говорили, у нас управление будет с геймпада. Это вот педалька газа будет. Выведена пока что вот таким простым способом зарядка батареек. Просто на сеть 220. Получается, что у нас аккумуляторные батареи без платы и системы BMS. Зарядка контролируется PDM. На автоматическую коробку передач у нас будет установлен актуатор, который будет переключать у нас положение паркинг, драйв, нейтраль и заднее. Управление будет осуществляться тоже с помощью геймпада. Пока Леша играется с джойстиком, Коля контрольно проверяет все узлы. И, наконец, первое нажатие. Поехала! Крути быстро! Легко! Конечно же, огромный респект хочу выразить команде DP Labs. Без них не вышло бы это и следующая серии. На своем канале они делают действительно сумасшедшие, уникальные проекты. Как сказал Игорь Негода, DP Labs это мастерская нового уровня. И я с ним полностью согласен. Такое на ютубе встретишь нечасто. Обязательно заходите на их канал и передавайте привет от нас. Думаю, им будет приятно. Касательно последних работ по буханке. Изменили рулевое. Выкинули наш старый электроусилитель руля от Рено Клио и шаговый двигатель от ЧПУ. Ну, потому что это была слишком сложная схема. Поставили один электроусилитель от Nissan Leaf. И Алексей научил его с помощью ребят управлять нашим рулевым. Получилось четко, компактно, надежно, без лишних узлов, без лишних соединений. К моменту выхода этой серии мы уже активно тестируем буханку в полевых условиях. О чем рассказываем и показываем в нашем телеграм-канале. Там вся актуальная, свежая и уникальная информация. Обязательно заходите, подписывайтесь и следите. Спасибо за просмотр и добра от топора.